Сегодня у нас необычная съемка, потому что обычно мы снимаемся в школе, рассказываем про всякие интересные процессы, показываем рецепты. Сегодня мы приехали на производство. Это наша производственная фабрика, на которой делается большой объем десертов. Ну и одна интересная вещь, которая называется шоколад. Потому что создавать шоколад – это отдельная магия, и очень многие люди хотят понимать, как такое можно вообще, что нужно делать, что нужно смешать, чтобы на выходе получить шоколад. Для того, чтобы сделать шоколад, на самом деле нужны два основных ингредиента, которые используются в производстве. Это какао-масло. Это продукт, который растительного происхождения, то есть какао-бобы, которые вырастают на деревьях, их сначала срывают, ферментируют, потом их обжаривают и отжимают какао-масло. И какао-тертое. Это тот продукт, который перед тем, как отжимать какао-масло, используется какао-тертое. То есть это какао-масло вместе со жмыхом. Представьте себе орех. Вот если вы берете орех и перетираете его вместе с кожурой, то у вас получается такая паста. Вот эта паста, она на самом деле есть. Разница заключается в том, что какао-масло затвердевает при охлаждении, а ореховое масло нет. Вот, собственно, и вся разница. Так вот, для того, чтобы сделать вкусный темный шоколад, нужно вот такое какао-тертое. Это отдельный ингредиент, который, ну вот его не создать, оно делается, вырастает и готовится. И чистое какао-масло для того, чтобы придать продукту текучесть. Безусловно, в шоколаде есть сахар. И основная идея в том, чтобы начать снижать количество сахара и делать яркость вкуса, яркость шоколада более интересной. И когда мы будем смешивать все ингредиенты, очень важно, чтобы все ингредиенты вместе соединились и не распадались. То есть нам нужна эмульсия. И мы будем использовать вот такой вот порошок под названием соевый лецитин. Это продукт, который называется эмульгатор. Эмульгирует он, соединяет все ингредиенты между собой и не дает распадаться жиру и сухим ингредиентам на части. Ну и самое главное для того, чтобы создать шоколад, нужен специальный аппарат. На маленьких фабриках очень сложно покупать большие аппараты, потому что они стоят очень дорого. А себестоимость продукта на самом деле очень важная. И для нас, как для небольшого предприятия, как раз встал вопрос о том, а каким образом нам начать производить шоколад самим так, чтобы это было еще и финансово и экономически интересно. И вот мы, собственно говоря, приехали на выставку в Москву. И на выставке в Москве мы встретили ребят, которые производят как раз в России такие аппараты. Это называется меланжер. Мы взяли самый небольшой, потому что у нас пока небольшая фабрика. Но я думаю, что то количество шоколада, которое мы можем производить, он будет гораздо вкуснее, гораздо интереснее. Мы сможем продавать еще и нашим студентам и нашим клиентам. И я думаю, что следующий меланжер будет гораздо больше. Это такая интересная штука. Можно заглянуть внутрь. Идея меланжера заключается в том, что внутри находятся вот такие каменные валы. Видите, вот с такими вот направляющими желобами, между которыми попадают как раз все сухие ингредиенты. И они очень мелко-мелко-мелко растираются. Потому что внутри тоже находится камень. То есть каменная поверхность внизу и каменные вальцы. Если включить, то выглядит это примерно так. То есть все камни начинают тереться друг об друга. И все ингредиенты, попадающие внутрь, они мелко-мелко-мелко стираются. Таким образом мы соединим все вместе и получим на выходе однородную гомогенную мягкую текстуру. Сейчас будем засыпать туда ингредиенты. Так, первое, что нужно сделать, нужно растопить какао тертое. Оно должно быть жидким для того, чтобы наш меланжер смог с ним справиться. Мы заливаем какао тертое в растопленном виде внутрь меланжера. В процессе силы трения возникает нагрев. И за счет того, что у нас сила трения нарастает между камнями, масса начинает нагреваться. То есть никакого специального подогрева в меланжере нет. И за счет того, что у нас повышается температура, какао-масло постоянно находится в растопленном виде. То есть в температуре около 40 градусов. Таким образом оно не застывает. Самое главное это не останавливать меланжер в процессе и не оставлять его в выключенном состоянии вместе с шоколадной массой внутри. Тогда весь шоколад затвердеет. И тогда мы уже не сможем его включить. И будет очень-очень-очень сложно всю эту историю запустить заново. На самом деле огромное количество шоколадов можно делать внутри этого меланжера. Не только классических. Например, мне очень нравится шоколад из тыквы. Вы не ослышались. Это тыквенные семечки, из которых отжимается масло. И вот этот какао... Не какао, а тыквенный жмых потом используется внутрь шоколада. И таким образом получается зеленый шоколад со вкусом тыквы. Никаких ароматизаторов, никаких добавок. Скорость нужно сделать максимальную. И дальше есть специальные такие фиксаторы, которые позволяют опускать или поднимать камень от дна. То есть мы можем увеличить силу давления, а можем ее ослабить. Конечно, рекомендуется вначале создать максимальное свободное вращение, то есть минимум силы трения. И уже потом, постепенно, постепенно мы будем добавлять скорость. Вернее, не скорость, а когда процесс перетирания ингредиентов будет происходить более интенсивно, то мы начнем прижимать вниз. Начнем прижимать вниз наши валы, и тем самым будем еще больше и больше перетирать ингредиенты между собой. Следующий продукт, который мы будем туда заливать, это растопленное какао-масло. Мы заливаем его также в растопленном состоянии. И уже можно немножко подзатянуть вальцы. Видите, скорость валов начинает увеличиваться за счет того, что мы поджали их поближе к дну. Сейчас начнет увеличиваться сила трения и начнет подниматься температура. После этого можно начать всыпать сахар. Сахар мы всыпаем частями, не сразу весь. Для того, чтобы давать возможность перетираться кусочком сахара, сейчас мы уже начали готовить шоколады с низким содержанием сахара. Это, конечно, дороже в пересчете на килограмм, потому что сахар же дешевый, и если его класть больше, то продукт становится дешевле. Но он становится не таким вкусным. Ну и не таким, наверное, полезным. Поэтому наша задача – это снизить количество сахара внутри продукта, сделать его более ярким, более вкусным. Но мы не можем этого добиться от крупных производителей. Им просто невыгодно заниматься этой историей. Поэтому мы приняли решение заниматься этим самостоятельно. Ну, самая, наверное, важная вещь, которую мы делаем – это безлактозный шоколад молочный и белый. Мы его готовим на кокосовом сухом молоке. Потому что лактоза – это, наверное, один из самых сложных продуктов для пищеварения. И очень практически 90% людей земного шара на самом деле имеют непереносимость лактозную. Но люди об этом не знают и продолжают употреблять лактозу в больших количествах, что влияет на их самочувствие и на их здоровье. Поэтому мы за здоровый образ жизни. Мы за созданное питание. В темном шоколаде на самом деле нет лактозы, потому что сюда не добавляется сухое молоко. Оно начинает добавляться в молочный и в белый шоколад. Основная суть его в том, чтобы придать сливочный вкус. Вот этот молочный жир, он дает сливочный вкус. Но и лактоза – это тот сахар, который как раз придает небольшую сливочную сладость всем продуктам. Поэтому мы так любим молоко, поэтому мы так любим сливки и все, что с этим связано. Сыры молодые и так далее. Когда мы добавили весь сахар, мы оставляем меланжер работать примерно на 10 часов. Мы его не отключаем, то есть можно прямо на день, на ночь оставлять. То есть работает круглосуточно, энергопотребление абсолютно небольшое. И через 10 часов мы добавим лецитин, где-то минут за 20 до окончания цикла. И шоколад можно будет выкладывать на лист. Если мы захотим его темперировать, то можно использовать инкубатор для прикристаллизованного масла. Добавляя 1% какао-масла внутрь, тем самым получим сразу темперированный шоколад. Но для нашей работы мы используем нетемперированный, потому что мы его дальше переплавляем. Дальше мы его растапливаем, добавляем в начинки, в бисквиты. Поэтому темперировать мы его не будем.